Итак, шаббат шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наш цикл, посвященный тому, чтобы разобраться в вопросах, касающихся наших с вами финансов или, скажем, тех материальных благ, которые есть в нашей жизни и которыми Господь нас благословил, которые Господь даровал нам для нашего управления. Перед его лицом. И в прошлый раз мы говорили, если помните, с вами о десятинах. Помните, да? Скажите, коснулось ли это вас? Коснулось. Слава Богу. Отлично. Это значит, у нас вырастут десятины. Правда? Ну, если коснулось, если оно пришло в разум, если оно коснулось сердца, значит, оно каким-то образом выразится в физическом проявлении, да? То есть, иными словами, для нас не будет сложностью наша аренда, не будет сложностью другие наши проекты, которые есть в рамках общины. Это хорошо. Сегодня мы поговорим с вами о двух важных моментах. Это ЦДАКа и наш бюджет. Или, скажем, то, как практически, в общем-то, что делать с тем, что мы имеем, даже если его немного, и как прожить до конца месяца, не входя в долги. Вот попробуем немножко коснуться. Ещё раз хочу сказать о том, что из-за недостаточности времени мы не можем рассмотреть всё детально. Поэтому, если хотите узнать больше, Еврейский мессианский библейский институт — это то место, где изучают этот класс во всей своей полноте. И не только этот. Поверьте, есть множество других, которых вы можете научиться. Если вы хотите узнать больше об этом обучении, подходите ко мне после служения, и я вам всё расскажу, как это работает. Итак, когда вы заходите в наше помещение, в наше служение, там возле входа вы можете увидеть такую интересную небольшую коробочку коричневого цвета с красивыми золотыми буквами. И там написано на иврите. Что там написано? ЦДАКа, знает несколько человек. ЦДАКа. Такое непонятное слово. Что такое ЦДАКа? Но там снизу, если что, на всякий случай написано. Пожертвование. То есть, иными словами, вы можете положить туда нечто, что будет использовано на благословение, на устройство общины. Нечто из материальных благ, финансов, которые Бог даровал вам. И если мы читаем второзаконие, 15 главу 7 по 10 стиха, мы, в общем-то, читаем о идее ЦДАКи, идее того, о чём, собственно говоря, идёт речь, и откуда это всё пошло, и что нужно с этим делать. Смотрите, 7 стиха. Итак, немножко контекста. Снова же мы вспоминаем, что периоды в истории человечества для нас, как верующих людей, есть три периода. Период, когда закона не было, то есть с самого начала сотворения этой земли, всего человечества, до дарования Синайского закона, во время того, когда еврейский народ вышел из Египта. Следующий период – это период закона, Синайского закона. Иными словами, Бог даёт чёткие установления и чёткий порядок тому, что, как, где, когда, кто, сколько должен приносить и как именно проявлять свою помощь или заботу о священниках, заботу о колене Левия. А также третий период – это период Нового Завета. Период, когда после которого храм был разрушен, и всё изменилось достаточно серьёзно. Когда мы читаем это местописание, мы помним, что это местописание относилось конкретно ко второму периоду, периоду Синайского договора. То есть Бог говорил, мы в прошлый раз с вами разбирали о том, что есть три формы десятин, три варианта того, как нужно реагировать на бедность и нищету вокруг тебя, а также как заботиться о служителях. И здесь говорится о тздоке и также о помощи бедным людям. То есть само по себе тздока – это заповедь, или заповедь о тздоке – это заповедь о помощи другому человеку, будь то деньгами, действиями или чем-либо, что требует затрат времени, усилий или какого-либо внимания. И здесь вот описывается, как должна даваться тздока. Можно увидеть, что тздока – это не просто милостыня. Иногда мы путаем эти вещи. «Подайте милостыню». Знаете, вот мы приходим, говорим, «дайте милостыню». Тздока – это не милостыня. Тздока – это своего рода баланс. То есть через это действие Бог приносит определённую справедливость в общество. Как выглядит эта справедливость? Одному он дал больше, другому дал меньше. Пускай тот, кому дали больше, он поделится с тем, у кого есть меньше. И таким образом придёт баланс, придёт как бы справедливость перед лицем Божьим. Прояви милость, открой своё сердце, сделай что-то для того человека, у которого ничего нет. Нет, это слово, вот «здока» само по себе, оно происходит от такого слова, как «цедик». Слышали, да? «Цадики» есть такие, особые люди. То есть люди, которые праведны. Прояви действие праведности. Прояви действие чистоты. Итак, когда мы оказываем поддержку кому-либо, когда мы хотим поддержать кого-либо, очень важно это сделать правильно. Согласитесь, было ли у вас такое в своей жизни, когда вам кто-то что-то давал, но вы почему-то не чувствовали себя благословенным? Вот просто, вот человек, вот он даёт вам, например, 10 гривен, а ты не хочешь их брать, хотя нуждаешься, хотя вот оно тебе нужно. Почему? Потому что человек, когда даёт, он делает это, например, с гордостью. И ты чувствуешь себя ниже плинтуса, просто вот, просто ты чувствуешь себя нулём полным. Или, например, бывают такие варианты, когда кто-то что-то, вот, вот, ну просто люди, я видел такие вещи, люди общаются, верующие, и кто-то говорит, а ты знаешь, у меня есть вот там курточка, она как раз будет на тебя, вот я принесу там. И тот человек говорит, Боже, как слава Господу, это такой ответ от Бога, я так благодарен тебе. И всё, и не несёт. Видели такое, да? Ну, он как бы обещал, его из-за язык никто не дёргал. Просто говорили о том, что я мёрзну, он говорит, у меня есть курточка, я принесу, такая она тебя будет, там, модная, сильная, классная, тёплая. Не несёт. Вот что делать? Ну, с одной стороны, человек сказал слово, да, с другой стороны, пообещал, с третьей стороны, человек реально мёрзнет. Ты, а, напомнить, правда? Ну, конечно, нормально напомнить. Ну, согласитесь, когда ты приходишь и говоришь, мне очень сильно неудобно, я, конечно, сильно извиняюсь, но вот когда-то мы говорили, где курточка, да? Можно предисловие, без предисловия, где курточка просто, да? Обещанная. А где обещанная? Не, можно ещё сказать по-другому, где моё? Правда? Ну, ты ж пообещал, значит, оно уже моё, просто в твоём шкафу где-то там лежит. Ну, как обещанная. Всё, слово сказал, я принесу, значит, моё. Согласитесь, что в этот момент человек не может чувствовать себя приятно, правда? Почему? Потому что, ну, тот человек, он может забыть, действительно просто забыть. А бывает такое, что люди используют вот этот момент, что у меня есть, а у тебя нет, и ты будешь об этом чувствовать. Вот как бы ты будешь, я буду этим в определённом смысле манипулировать тобой, я буду в определённом смысле как-то вот… Согласитесь, наши даяния некоторые, они происходят некоторые таким образом, что это даёт повод к манипуляциям. И очень много в этом можно, об этом можно говорить. Вы мне теперь типа должны, я вам дал эту курточку, теперь вы там не можете мне ничего сказать. А вот или если я там помогаю кому-то. Бывает такое, например, есть в церкви или в общине человек, давайте скажем так, условно верующий, да? Но так случилось, что богатый. И вот он помогает многим людям. И такое ощущение, что все теперь должны закрыть глаза на его грехи. То есть ты не можешь особо говорить с ним даже о грехе. Почему? Потому что ты понимаешь, что ты, ну как бы, вот ты зависишь, ещё 10 человек зависит, и он оплатил вот это, и вот это, и вот это. Ну и он, этот человек, он периодически может даже напомнить об этом. То есть когда ты начинаешь делать ему такую неудобную какую-то обстановку и говорить о его качестве жизни, он говорит, подождите, подождите, что это вам не нравится, моё качество жизни? Я же вам вот так, вот так, вот так. И ты понимаешь, что, ну, оу, не так всё просто. Это всё речь о тздаке. Это всё речь об умении правильно выразить благословение, правильно дать это благословение. То есть чтобы благословение соответствовало всем целям. Не просто, чтобы у меня курточка появилась, но для Бога важно то, как она у меня появится, с каким сердцем она придёт в мою жизнь, как я её приму, что будет происходить внутри меня. Буду ли я смотреть на этого человека, как на объект, который, знаете, будет теперь должен мне постоянно, или я просто буду благодарить Бога, и всё будет спокойно. Буду ли я чувствовать вину за какие-то вещи. И вот смотрите, здесь подобная ситуация. Смотрите, давайте мы немножко порассуждаем об этих местах. Не ожесточи сердца. Не ожесточи сердца. То есть приходит человек, и нужно помнить, что здесь речь идёт о верующих людях. Вообще эта ситуация касается только верующих евреев в этом стихе. Подкуда мы знаем? Потому что речь идёт о высокосном годе, о ближнем брате, который находится возле тебя. То есть это не просто человек. Ещё раз. Здесь не идёт речь о такой категории людей, как нищие, которых вы видите вот здесь вот на соседних улицах. Это брат, часть твоего общества, живёт рядом, у него что-то случилось, и ты можешь понимать, что у него случилось. Более того, ситуация, которая здесь описана, она происходит накануне высокосного года. Она происходит накануне того момента, когда все долги должны прощаться. И Бог говорит, что если в этом периоде к тебе придёт человек, который попросит поддержки, ты ему не отказывай, только из-за того, что тебе придётся очень скоро его простить. Не имей это в сердце, не ожесточи своё сердце, что-то случилось в жизни человека, не сжимай свою руку. И мы видим, что вообще идея сердца или место сердца в этом действии очень важна для Бога. Ты должен давать здаку в неожесточённом сердце. Не должно быть таким образом, «Ах, зараза, пришёл ко мне, я не хочу ему ничего давать, но придётся, потому что я же верующий, ненавижу его, меньше дам, но не покажу». Ну, вот такое вот что-то должно... Если такое происходит в сердце, послушайте, вы не угодите этим Богу. Богу не угодите. Вы поможете человеку, и он будет благодарить Господа, но вы Богу не угодите. Вы не порадуете Бога таким даянием. Не ожесточи сердце, но открой руку. То есть здесь есть конкретно повеление. Видишь человека вот в такой вот серьёзной проблеме, «Открывай свою руку». И здесь, в общем-то, смотрите, какой вот момент. Притча, 19 глава, 17 стих говорит, «Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Вот смотрите, человек, который творит благо для бедного, это всё равно, что человек, который даёт взаймы Господу. представьте ещё раз. Хотите давать взаймы Господу, чтобы Бог был вам должен? Неплохо звучит, правда? У него же-то всё золото. Ну, как бы, ну, мы понимаем, что он не нуждается на самом деле, но суть такова. Это всё равно, что, давая бедному, это всё равно, что одолжить очень богатому. А богатый человек, он всегда может дать больше, он всегда может быть благодарным, он всегда может в ответ ещё больше тебя благословить. И дальше смотрите, смотря по его нужде, в чём он нуждается. И вот здесь есть интересный момент. Периодически люди приходят к нам и просят о какой-то помощи. И мы не хотим слушать их. Мы хотим просто откупиться от них. Было у вас такое? У меня было. Ну, было, честно вам скажу. Когда он приходит, тебе что-то там рассказывает, какие-то басни, какие-то истории, может быть, я не хочу это слушать просто. Ну, вот мне просто не хочется слушать. Мне проще дать ему 20 гривен и сказать, да, иди с Господом, пусть Бог тебя благословит. И здесь Писание говорит, что не должно быть так. Когда приходит такой человек, смотря по его нужде, в чём он нуждается, нужно давать. А в чём он нуждается? Для того, чтобы это узнать, нужно сесть и послушать. Нужно сесть и послушать, потому что окажется, возможно, ему не деньги нужны, окажется, возможно, ему нужна какая-то поддержка, совет, иногда добрый совет или правильный совет. Когда ты, было такое много раз, когда я просто пытался поговорить с человеком, он говорил о своей тяжёлой ситуации, я понимаю, что давать ему денег нельзя, хотя ему деньги нужны. Почему нельзя? Потому что у него в голове совершенно неправильная программа распоряжения денег. Он сразу же их потратит. Он сразу же куда-то там их, понимаете, да? И ты думаешь, зачем, куда? Лучше я научу его. Он не хочет работать, он не хочет брать ответственность за свою жизнь. Он просто хочет, чтобы люди приходили, он приходил, рассказывал, какие у него обстоятельства, и дайте мне денег. Не могу я тебе давать деньги. Не могу, потому что я исследовал твой вопрос, я понимаю, что тебе надо просто найти работу, правильную работу. Иногда люди бывают такое, что у них в голове, я помню, как-то общался с одним человеком, он так достаточно бедно жил, я говорю, ну пойди на работу. Он говорит, я не могу пойти на работу, потому что я специалист. Я когда-то был директором завода такого серьезного, и я торговал там углем, просто составами, я торговал там пшеницей составами и так далее. Я за месяц зарабатывал там то, что многие люди за 10 лет зарабатывали. Поэтому я вот ищу такой контракт, ищу, ну вот такой вот, знаете, вот такой вот. Вы бы видели этого человека, бедный, в какой-то странной одежде. Семья сильно нуждается, просто невероятно сильно нуждается. Но он не хочет поменять в своей голове. До сих пор, кстати, он бедный. Уже прошли лет 15, наверное, с того разговора. До сих пор они бедно живут. Почему? Потому что он ждет, что когда-то он снова станет директором и снова будет зарабатывать и так далее, и так далее. Если бы я ему дал эти какие-то деньги, ничего не изменилось бы. Почему? Потому что в общем его мышление, оно не предполагает зарабатывание. В общем, его мышление, ну как бы это мышление жертвы, человека, который будет вот так вот просить и говорить, что кто-то виноват в его несчастьях. Смотрите. Итак, смотря по нужде, в чем он нуждается. И дальше там говорится, не должно скорбеть сердце, когда будешь давать. То есть, иными словами, когда вы даете, взвесьте свое сердце, не должно быть там скорби. Вот просто не должно быть там скорби. Отдал, не сожалейте о том, что вы отдали. Отдал и отдал. То есть, но смотрите, если вы поступили так, как здесь написано в этом месте Писания, если вы сели с этим человеком, уделили ему время, вы поняли его нужду, возможно, его нужда больше даже, чем он просит, и вы можете ее восполнить, вы дали, может быть, даже больше, чем он просит. Это правильно. И ваше сердце, оно открыто. Давайте без сожаления. Давайте без сожаления. Давайте просто отпуская и благословляя Господа, и говоря, вот, Боже, на этом моменте я понимаю, что я поступил правильно. В моем сердце нет, нет злости. В моем сердце нет желания манипулировать. И я вас очень прошу, всегда помните, дали и забывайте. Все, вот просто пускай это будет, дали и забыли. Не надо потом говорить, я когда-то вам помогал, я вот столько там делал. Не стоит это того. Не стоит. Итак, нищие люди, они всегда будут вокруг нас. И нужно понимать, как с ними обходиться. Я вам скажу честно, я практически никогда не даю людям, которые на улице помощь. Ну вот, нищим, которые вот сидят, знаете, там, отстал от поезда или еще что-то. Почему? Почему? Потому что я понимаю, что во многом это бизнес. Вы можете поступать, как хотите. Я говорю о себе сейчас. То есть, если ваше сердце влечет вас, и вы тот человек, у которого, знаете, вы идете домой, и каждый, кого вы видите бедный, вы ему даете, пускай вас Бог благословит в этом. Я понимаю, что на самом деле в нашей заботе друг о друге для меня приоритетом имеют те люди, которые братья и сестры мне в первую очередь. Может быть, это сложно сейчас вот как бы как-то осознать, но вы знаете, что здесь, в этих законах о финансовой поддержке не шла речь о язычниках. Еще раз. Законы, о которых говорилось здесь в Писании, они были направлены на устройство еврейского общества. То есть, люди могли помогать пришельцам. Пришельцы это те, которые пришли, то есть, это не евреи, точно так же, как евреи, но они поселились среди еврейского народа и стали теми, кто с почтением относится к традициям и образу жизни евреев. То есть, это те люди, которые живут рядом с тобой. Да, физически они не евреи, но тем не менее, они разделяют часть твоей жизни. Понимаете, да? Если же говорить о вообще чужих людях, ну вот имеется в виду языческого, языческих племен какие-то, то еврейский народ, он вообще не пересекался с ними. Помните, какое отношение было к самарянам? То есть, самаряне это были евреи, которые были смешаны с другими народами и уже они были нечисты. Тем более, если мы говорим о каких-то народностях, которые явно идолопоклонники и явно язычники. Итак, Писание говорит, что мы будем стараться делать добро всем, но наипаче кому? Всем своим, тем, которые свои поверят. Вы, как люди свободные, можете распоряжаться вот всем своим имуществом и давать его в любую сторону. Но мы должны понимать, что в первую очередь для нас, как верующих людей, есть ответственность для заботы о своих людях. И знаете что? У нас в общине очень много людей, которые нуждаются в финансовой помощи. Вам нужно просто посмотреть вокруг. Иногда, я такое слышу, когда приходят к служителям и говорят, если у вас там есть какие-то люди, вы мне скажите, ну, как бы, и там, я дам денег, например, да? Звучит оно, в общем-то, неплохо, с одной стороны. Но с другой стороны, это говорит о том, что человек сам не вникает в то, как устроена община и что происходит в общине. То есть, иными словами, я не хочу садиться с кем-то, я не хочу с кем-то вникать в его жизнь или там, как-то там, участвовать в жизни, тело Христа. Я просто хочу там дать денег, вот все, вот это моя отздока. С одной стороны, это действительно может быть с такой, но с другой стороны, будет лучше, если мы начнем замечать нужды друг друга. Если мы начнем реагировать на эти нужды, будь то финансами, будь это временем, будь это какой-то поддержкой или какой-то нашей реакцией. И всегда нужно помнить, что не всякое благословение это на самом деле благословение. Можно так благословить человека, что он будет очень сильно не рад. очень сильно не рад. Я помню такие случаи, это было очень-очень давно. Однажды там один человек, я попросил его посидеть с моими маленькими детьми, они тогда были очень такие маленькие. Мы ушли с женой на служение, я помню, мы приходим, весь дом просто перевернут дном. Человек просто пришел, человек просто сел на диван, сделал себе чай и просто читал книжку. Все, дети живы, живы, окей. И я говорю, спасибо, ну, как бы, все, послужили мне, понимаете, да? А думаю, мне сейчас вот 10 вечера, мне надо начинать просто полную уборку. Никто их не покормил, никто о них не позаботился, они просто себе одному четыре, второму один, понимаете, да? Они просто себе балдели три часа. Вот все, что хотели, то и делали. Благословил ли такой человек меня? Вот скажите. Вроде как бы да, правда? Хочу ли я такого благословения в следующий раз? Только если край. Только вот если мне некого больше попросить, да, я готов был бы даже заплатить, я готов был бы как бы отреагировать на это, но пускай благословение будет в благословении. Или кто-то помогает тебе, например, где-то по строительству. Вот он приходит, и ты говоришь, я прошу тебя, там, вот мне нужна помощь, выкопай вот этот котлован. А человек начинает что-то такое, и ты понимаешь, что это такой дорогой работник оказывается. Он работает бесплатно, но так дорого. И ты должен, или там, например, человек приходит, и он, знаете, бывает такое, что ты просишь кого-то, а он разговаривает, не замолкает. Были у вас такие помощники, да? Он просто не замолкает. Ты должен выслушивать все его откровения, ты должен выслушивать все его истории, все его свидетельства. человек, я попросил тебя электрику мне сделать. Ты вроде электрик, сделай электрику, я даже готов тебе заплатить. Понимаете, да? Нет, ну, как бы, мы же, как бы, вот, общение, вот теперь, послушайте, не всякое благословение, которым вы благословляете, оно может быть в радость, и действительно приносить славу, потому что человек такой уходит, и ты думаешь, слава Господу, тишина и покой. В следующий раз ты думаешь, я найму просто неверующего человека, это будет мне стоить те же денег, он быстро сделает, я могу с ним вообще не разговаривать, потому что он делает дело, а не чаи пьет с тобой. Видели такое, да? Давайте будем теперь чай пить. Ну, окей, ну, у меня нет времени. Но ты не можешь ему это отказать, потому что он тебе помог и сделал это. Итак, о чем я хочу сказать? Наша цдока, это дело очень тонкое. Это дело, которому нужно учиться. И она должна быть в простоте нашего сердца с одной стороны, но она должна быть также дальновидной с другой стороны. То есть мы не можем, ну, как бы не все, что мы делаем, этот цдока, даже если мы делаем это для человека какого-то и делаем это хорошо, как бы, скажем, обогащаем его жизнь. Смотрите более широко, как это происходит, что происходит в вашем сердце. Итак, если мы говорим о даяниях, Новый Завет нас учит следующему. Матфея 6 глава, 1-й, 4-й стих. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Видите, да? То есть, иными словами, способ нашего даяния, он должен соответствовать характеру тому человека, который принимает. По-разному можно это сделать. Но суть сводится к тому, что это не та, скажем так, сфера, которой мы должны хвастаться. Еще раз. Вы можете по-разному дать милостыню. Еврейская традиция учит тому, как это сделать правильно. И основной упор делается в этом учении на то, чтобы человек не чувствовал себя вам должным. Одна из самых таких вот высоких уровней дздаки, это когда я даю кому-то, кого не знаю, и тот, кто не знает меня, принимает. Тогда никто никому не должен. Понимаете, да? Как это может происходить? Например, я поставил вот здесь коробочку и говорю, вот здесь есть возможность у вас поучаствовать в тайне, никто не будет видеть, на поддержку, например, какого-то миссионера. Все. И вы приходите, кладете туда свою денежку, да? Вы не знаете, кто этот миссионер, где этот миссионер. Я передаю какому-то миссионеру, которого никто не знает, да, и говорю, есть люди, которые захотели тебя благословить. Вот, вот этими вот благословениями. В таком раскладе никто никому ничего не должен, правда? Нету каких-то предвзятостей, нету, то есть это самый высокий уровень, а дальше уже все проще. Когда я могу знать или когда человек может знать и так далее. Тем не менее, очень важно, чтобы сама форма даяния была таким же благословением, как и даяние. Всегда это помните. Если вы даете кому-то какую-то одежду, пускай это будет чистая, постиранная одежда. Пускай она будет, если нужно ей какой-то ремонт, пускай она будет поремонтирована. Почему? Потому что это благословение. Если вы, вы можете сказать, а вон пусть возьмет, постирает себе и все. Все равно, что это ценность. Вот постирает и будет иметь. Это ценность. Но если вы действительно хотите правильно поступить, тогда вы постирайте. Если вы дарите какое-то устройство, если вы что-то даете другому человеку, даже если вы время ему уделяете, то знаете что? Это тоже форма тздаки, когда мы уделяем время друг другу, когда мы поддерживаем друг друга. Уделяйте это время качественно. Бывает такое, ты общаешься с человеком, пришел, чтобы получить какую-то помощь, консультирование, а он сидит в телефоне. Ну, то есть и ты понимаешь, что на самом деле как бы ты где-то там за телефоном, на второй линии. Он тебя вроде слышит, мухыкает, но на самом деле он не проявляет к тебе уважения. То есть на самом деле он просто занят чем-то, а ты вот как бы вот здесь. И так, тздака должна быть благословением во всех смыслах этого слова. И, как мы читали, благотворящий бедному дает взаимы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. И притча 21 глава 13 стих говорит, кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышать. И так, давайте попробуем подытожить в общем-то. Нельзя отказывать человеку, который нуждается. Если вы не можете дать ему материально, хотя бы помолитесь вместе с ним. Это нормально, послушайте. Помолитесь. Вот он приходит и говорит, у меня такая-такая-такая-то обстоятельство. Вы понимаете, что вы не можете это решить. Помолитесь вместе с ним, ободрите его каким-то местом писания. Дар, который вы даете этому человеку, ваша тздака, она должна идти на пользу этому человеку, на пользу. Нельзя давать просто, как бы, дать. Дар должен удовлетворять нужду человека. А это значит, что вы можете дать периодически больше, чем человек просит. Потому что на самом деле человек говорит, например, у меня есть большая проблема вот в этом и в этом и в этом. Мне нужно на моё решение проблемы, например, на операцию человек собирает, он говорит, мне нужно 100 тысяч долларов. но он говорит, я прошу от вас 10 гривен, просто 10 гривен, дайте мне 10 гривен. Вы понимаете, что эти 10 гривен это маленькая капелька в его море. И вы говорите, нет, подожди, я дам тебе 100 долларов. То есть это больше, чем ты просишь, но я понимаю, что это будет лучше. То есть вы исследовали, вы поняли его нужду. То есть если можете дать 100 тысяч, дайте 100 тысяч, если это ваше по сердцу, но при этом ваше даяние не должно побуждать человека к лени или безответственности. Ещё раз, ваше даяние не должно быть причиной или опорой для человека, для того, чтобы лениться или ничего не делать. Если он не берёт ответственность за свои обстоятельства, если он не пытается решить вопросы через работу, через какое-то посвящение чему-то, каким-то последовательным действиям, через честность, подумайте, нужно ли вам поддерживать такого человека. Итак, безусловно, это не всё. Безусловно, есть множество нюансов, о которых мы можем говорить. Но я хочу вам сказать, что СДК это не только та коробка, которая стоит у нас в коридоре. Туда мы большей части кладём свои десятины и те пожертвования, которые мы хотели бы на устройство Дома Божьего. СДК это открытое сердце видеть нужды брата, который находится рядом с тобой. Это обязанность нас, как верующих людей, сесть и поговорить с человеком, вникнуть в его ситуацию, понять, что ему надо. Иногда такие вещи случаются, когда человек говорит о деньгах, а в конце концов он получает совершенно другое. Просто. Вот он говорит, мне нужны деньги, чтобы купить стол, например, а ты говоришь, а у меня есть стол. И всё. И вопрос не в деньгах на самом деле, а вопрос в том, что человеку нужен был стол. Понимаете, да? Или он говорит, мне нужны деньги, чтобы купить курточку, а ты говоришь, а у меня есть курточка. И ты бы не знал, если бы ты не спросил. А так ты знаешь, и не деньги нужны, а то, что помогло бы удовлетворить его нужду на данный момент. Тем не менее, он, этот дар, не должен подстрекать человека к лени или эгоизму, потому что такой дар принесёт только лишь вред. Итак, это то, что касается нашей и нашей поддержки. Кстати, если кто хочет поучаствовать, у нас есть детский лагерь, и там ещё несколько детей нуждаются в том, чтобы покрыть их расходы. Если у вас есть такая возможность, вы можете подойти к Наталье Мирошниченко, она ведёт такие моменты и проявить свою цдоку. Это как один из вариантов. Вы знаете, у нас есть пенсионеры, которые нуждаются в поддержке. Если вы не знаете, кто это, вы можете подойти, я вам пальчиком покажу тихонечко. Вы сможете поговорить с таким человеком и узнать его нужду. У нас есть больные люди, которые нуждаются в поддержке. Тоже, вы знаете, если что, для начала, для начала, давайте скажем, мы можем вам показать пальчиком, кто эти люди, а дальше вы будете сами уже знать, как искать таких людей, если Бог что-то полагает вам на сердце. Тем не менее, мы продолжаем, и мы сейчас коснёмся вопроса управления нашими финансами. Очень жаль, что мы не можем его разобрать детально. Тем не менее, многие из нас вообще не принято говорить об управлении, для многих из нас не принято управлять какими-либо финансами. Скажите, кого-либо из вас, вот так вот, если реально, кто-либо учил когда-нибудь делать семейный бюджет? Родители учили. Да кого учили родители? Вот просто я хочу увидеть. Человека четыре, я вижу, человека пять где-то вот по всему залу. Ну да. Хорошо. А в школе вас учили? Нет. Нет? А вот, может быть, в институтах каких-то? В МГБА. В МГБА, понятно. Я вижу, что те, которые подняли руки, это люди, которые слушали этот класс более детально, да? Хорошо. Жизнь учила, и многому научила нас жизнь? Ой, сказали, правда? Очень многому нас жизнь научила. Смотрите, как интересно. то, в общем-то, то, как выглядят наши финансы на сегодняшний момент, вот в наших кошельках, в наших семьях, это результат того опыта, который был у нас, а точнее, его отсутствие. Когда мы пошли в школу, нас учили, что такое инфузория туфелька, правда? Инфузория в туфельке. Нас учили каким-то законом ООМа, каким-то там, мы могли вообще большие суммы соединять, но нас не учили тому, когда жить до понедельника. Правда? И очень часто так получалось, что люди просто одалживают, сначала по чуть-чуть, потом больше. Есть определенная культура долга в нашей среде. Встречали такое, да? Культура такого вот, я не свожу концы с концами. Это результат, на самом деле, нашей неопытности, который приходит из детства, приходит из семьи. Есть разные семьи. Вот я встречал семьи очень щедрых людей. Встречали такое, да? Вот просто ты приходишь в гости, и люди, ну вот, как бы щедры во всем. И вот это происходит легко. Есть семьи, которые очень скупы. Они вот как-то вот так все держатся, и каждый там вот. Есть определенная культура. Мы говорили недавно с одними знакомыми, они рассказывают, что их знакомая сдавала собеседование то ли в голландском посольстве, то ли где-то на гражданство. То есть она заполняла анкету на гражданство. И там вот в анкете разные вопросы, которые касались культурных различий. Понимает ли она или не понимает, чтобы как бы принять ее в граждане или не принимать. И, например, вот такой вопрос. Вы пришли в гости, и на столе стоит печенька. Сколько печенек вы можете скушать? Мы же говорим о Голландии, правильно? То есть это тест на голландское гражданство. Сырное. Нет, сколько? Сырное. Ты можешь скушать одно печенье. Почему? Потому что тебя одного пригласили, и так вот в культуре ты можешь скушать одно печенье. А если ты пришел неожиданно, но к своей маме, и на столе лежат печеньки, сколько ты можешь скушать печенья? Ни одного. Почему? Потому что тебя не ждали в гости. Все серьезно. На самом деле. Понимаете? Это наследственная традиция в определенном смысле распоряжаться теми благами, которые есть. Правда? То же самое, если вы придете в Украину, сколько печенек ты можешь скушать? Сколько успеешь? Правда? Можно с собой еще взять за каждую щеку? Вам еще и дадут с собой. Правда? Только у нас вот приходишь ты без ничего, а уходишь с тортиком для своей жены и для детей. И еще остается, никто не обижен. Смотрите, есть культура, есть определенные привычки. Точно так же и с финансами. Когда мы говорим о сбережении, когда мы говорим о тратах, есть культура. Мы так привыкаем относиться к тому, что мы имеем. Либо сберегать, либо тратить. Безумно. Вот просто мы поехали куда-то и трачу. Или там, например, мы привыкаем, наш ребенок идет, ноет, и мы покупаем все, что он хочет. Привычка, да? Привычка. И дети привыкли, поэтому ноют и знают, что получат. И мы привыкли, потому что мы сначала знаем какое-то количество нытья, которое надо продождать, а потом мы ему купим. То есть, все это говорит о подходах, все говорит о взглядах. А поскольку нас мало кто из родителей учит, нас не учат этому ни в школе, ни в институте, мы сталкиваемся с определенными доктринами в церкви. Это что же формирует определенную культуру даяния, правда? Или недаяния, например? Мы, ну, как бы сложно реагируем на эти ситуации, мы сложно справляемся. И на самом деле все, что нам нужно, посмотреть вообще на принципы Писания, посмотреть, что Библия говорит о распоряжении, посмотреть, что Библия говорит о сбережениях, как таковых, о планировании. Вообще, есть ли такое понятие, как планирование? Вообще, нужно ли нам что-либо откладывать? Я помню, когда-то кто-то из верующих мне говорил там, типа, по такому принципу, послушай, планирование финансов это не от Бога. Я говорю, почему? Потому что ты пытаешься распланировать своего будущего, которого нет, ты не доверяешь Богу. Вот живи сегодня и все. Ну, такое вот мышление. То есть, вот как бы вера у тебя есть? есть, ну, значит, трать. Вот тебе сегодня есть вот столько денег, трать, а завтра Бог позаботится. И ты так думаешь, Боже ты мой человек, вообще, как можно жить, если ты так подходишь? Вообще, он говорит, ну, так же ж, если ты так не живешь, значит, ты не живешь верой, ты пытаешься жить разумом, ты пытаешься высчитать, пытаешься как-то... Вы знаете, если бы мы все так подошли к такому, ну, вообще, к верой, вот такой вот, скажем так, да, я не знаю вообще, как выглядел бы мир вокруг нас. Ну, просто, ты работаешь, и ты не знаешь, получишь ты зарплату или не получишь. Ты, как бы, да вообще, я не представляю, как может существовать мир, если мы не планируем, да? Мы можем располагать планами, мы можем что-то закладывать в наши идеи. Сбудется или не сбудется, во всем есть Господь. Любой сеятель, который сеет, он сеет с надеждой получить что-то обратно, правда? Но все же над этим есть Бог. Не пошел дождь, и как ты не посеял, как бы ты хорошенько вот это зернышко не положил, чтобы оно было вот одно в одно. Если Бог не даст дождя, оно не вырастет. То есть, в любом случае, все приходит к Богу. Поэтому мы тоже должны стараться распоряжаться финансами в нашем понимании, спрашивая Господа. И если Он благословит нас, у нас получится. Если Он хочет перенаправить это каким-то другим образом, ну, значит, это будет перенаправлено. Один из самых таких ярких примеров человека, который распоряжался финансами, это кто у нас? Иосиф. Совершенно верно один человек сказал вот здесь. Иосиф. Человек, который благодаря тому, что у него был бюджет, спас огромное количество людей от смерти. То есть, что он сделал? Он получил откровение от Бога собирать 20% всего урожая в течение 7 лет. И написано, что он насобирал столько зерна, что даже посчитать его не могли. Представляете, да? И написано, что год за годом он начал его продавать, начал скупать, скупать, и он купил все, что движется и не движется. Ну, просто, он, ну, как бы он сделал фараона просто отвратительно богатым человеком. Правда? Заодно и сам стал вторым после фараона. И это послужило благословением для еврейского народа. Простой, очень простой бюджет. Иногда мы смотрим на те копейки, которые есть в нашей жизни, и мы говорим, да что толку, что я буду с ними распоряжаться? Разве это изменит мою жизнь? Разве я могу каким-то образом как-то там стать богатым, если я буду откладывать, ну, например, 5 гривен в день? Разве это сделает меня богатым? Я помню, мы как-то рассуждали на одном из семинаров вот таких вот и считали. Предположим, есть люди, которые неверующие и они курят сигареты, да? Ну, это такая вредная привычка известная. Очень дорогая. Сколько стоят примерно сигареты? Кто знает? Давайте возьмем 20 гривен, да? Доллар. 29, да? О! Есть? Не, я вот специально не хотел, чтобы... Хорошо, давайте возьмем 1 доллар, да? Ну, 26 пускай это будет. Это будет 1 доллар. Это будет более-менее честно. Пачка уходит в день. 26 гривен, так? То есть 1 доллар. 365 долларов в году. Правда? Теперь мы дальше идем. В 10 лет у нас что? 3,650, да? В 20 лет у нас? 7, 7, 7, 7, 7,300, да? Вот смотрите, какие у нас еще. Ну, нет, мы берем, что только доллар. Просто 1 доллар. Всегда будет... Да, ну, если мы просто даже складываем под подушку. Мы никуда не тратим. Мы просто складываем под подушку. 30 лет. Это что у нас? 10 тысяч. Условно говорим, 10 тысяч. Теперь возьмем среднюю семью. 4 человека курят. Это у нас сколько? 40 тысяч. Правда? Ну, мы умножаем 10 на 4. 40 тысяч. За 40 тысяч можно купить квартиру, хотя бы однокомнатную? Можно. Если ты живешь. 2. А? Для не курящих. Для не курящих, да. Либо одну двухкомнатную можно купить, да? Две однушки. Две однушки. Вы должны увидеть силу, вы должны уловить силу маленьких вещей. Вот почему я об этом говорю. Сила маленьких вещей, она вот такая, если ее растянуть во времени. Но нужно что делать? Каждый день отложить 26 гривен. В течение скольки времени? 30 лет. Для того, чтобы это сделать, друзья, нужно быть упорядоченным человеком. Нужно быть человеком цели. Нужно уметь вести бюджет. Улавливаете, да? А теперь предположим, что где-то там по дороге вы вообще молодец, вы положили эти деньги в банк под какой-нибудь процент. Пускай какой-нибудь скромный, пускай там будет 5 процентов. Эти 40 будут 50 тысячами. Правда? Через 30 лет. Поэтому, когда мы начинаем осознавать эти вещи, мы можем увидеть, что на самом деле Бог может быть заботиться о нас, а мы и не знаем. Бог, может быть, действительно дает нам все необходимое, но мы говорим, либо все и сразу, тогда я поверю, что Бог заботится. Либо я не способен ждать. Либо я не способен как-то что-то менять. Я не способен искать еще дополнительный заработок или как-то размышлять, куда уходят мои деньги. И вы знаете, курение — это далеко не единственная вредная привычка, которая есть в нашей жизни. Есть очень много вещей, в которых мы с вами совершенно не нуждаемся. Но они у нас есть. Это где-то какая-то лишняя кофта, это где-то какая-нибудь ерунда. Ну вот просто ерунда. И здесь очень важно понимать. Для того, чтобы правильно составить семейный бюджет, нужно в принципе разобраться в трех направлениях. Мы не будем в них детально разбираться, но я вам дам три базовых направления. Прежде всего, нам нужно разобраться в том, сколько денег у нас есть. Или иными словами, каковы наши доходы. Под нашими доходами мы подразумеваем все финансовые и материальные блага, которые приходят в нашу жизнь. Для того, чтобы узнать, сколько, нам нужно сесть и спокойно посчитать. Посчитать. Сколько я зарабатываю, сколько, может быть, есть пенсия, может быть, у меня есть какой-то процент, может быть, есть у меня участок какой-то, с которого я собираю клубнику, раз в году продаю. То есть, иными словами, узнать весь свой плюс. Тот плюс, который есть для меня. Следующий момент, который нам необходимо сделать, это составить список всех тех расходов, которые есть в нашей жизни. Нужно это сделать на определенный период. Например, период одного месяца, а потом периода трех месяцев. Как это нужно сделать? Вы берете коробочку простую, ставите у себя на кухне и в течение месяца собираете все чеки, которые вы потратили. Вот вы живете в своей обычной жизни, но вы собираете каждый чек. Если вы что-то покупаете на базаре, вы берете бумажку, записываете. В конце месяца вы должны сесть и посмотреть, что происходит вообще. Сколько денег у вас ушло на питание, сколько на проезд, сколько на машину, на здоровье, на какие-то развлечения и так далее, и так далее. То есть, вы должны провести анализ всех ваших растрат. Очень часто мы с вами тратим деньги на разные категории. И, в общем-то, все эти категории делятся на две основные, скажем так, две основные категории. Первая категория — это вещи, которые мы можем назвать как наши необходимые нужды. О чем мы говорим? Это вещи, которые однозначно нужно нам купить для того, чтобы жить. К таким категориям относятся наше жилье, правда? Если мы не будем оплачивать жилье, мы же не сможем дальше жить. Наше питание мы обязаны кушать. Возможно, какие-то медицинские расходы, то есть, обязаны, или расходы, связанные с проездом. То есть, если я не буду ездить, я не буду работать. Если я не буду работать, у меня не будет денег. Ну, то есть, это очень такой простой план того, как нужно это сделать. То есть, это нужды необходимые. Следующая категория — это наши желания или желания нашего качества. Например, если мне жарко, я могу выпить воды. Это нормально, правда? Это моя нужда — выпить воды. Но я могу выпить сока. Чувствуете разницу, да? В цене это может быть четыре раза дороже. То есть, я не просто хочу восполнить свою нужду, я хочу восполнить ее качественно. И здесь важно понимать, если я что-то хочу, это моя нужда или это мое желание. Когда вы будете анализировать все ваши списки, того, куда вы что тратили, вы можете увидеть, что, оказывается, есть некоторые моменты, в которых вы могли бы сэкономить. Некоторые моменты, которые не являются вашей потребностью, это моменты, которые просто хочется. И вы говорите, мне постоянно не хватает денег. Куда они только уходят? Только зарплату получил, уже нету, все. Они туда и уходят. Вы сможете это увидеть. Свои желания, друзья, общий принцип, мы должны удовлетворять после удовлетворения своих нужд. То есть желания по возможности идут после удовлетворения наших нужд. И следующим, последним этапом, что нужно сделать, нужно составить бюджет и распределить свои доходы в соответствии с этим бюджетом и придерживаться его. Я не могу вам детально сейчас описать, но это возможно, как я уже говорил, в нашем институте мы изучаем это детально. Пожалуйста. Также, если вы хотели бы, может быть, получить помощь или какой-то совет или молитву, мы можем договориться с желающими на отдельную встречу. То есть мы открыты к консультациям. Если вам необходимы консультации, обращайтесь, пожалуйста. Мы можем больше послужить. Итак, бюджет — вещь, которая непростая с одной стороны, с другой стороны очень сильно простая. Я знаю свидетельства очень многих людей, которые следовали этому, и Бог выходил навстречу, Бог выходил из долгов, выводил из долгов. Я знаю свидетельства людей, которые обращались, просто приходили, и там было очень сильно все плохо. Очень сильно плохо. Но из-за того, что последовательно действовали в том, что необходимо, выходил ответ, выходило благословение. Хорошо. Знаете, что я бы хотел сейчас, чтобы мы сделали? Я хотел бы помолиться вместе с вами, и чтобы у нас было немножко времени такого поклонения, и чтобы мы перенастроились. я хотел бы, чтобы у нас были чудеса, видеть эти чудеса, видеть все то, что происходит, вот знаете, в изменении, чтобы нас знали как общину людей, которые грамотные, которые последовательны, и которые не в долгах. Аминь. Община, которая имеет все необходимое для жизни и благочестия. Давайте встанем на ноги и уделим еще какое-то время для поклонения и прославления. Господи, мы благословляем Твое имя. Ты и тот Бог, который заботится о нас. Ты Бог, который обращает свое лицо к каждому из нас и выходит нам навстречу. Боже, мы благодарим Тебя за милость Твою. Мы благодарны Тебе, что Ты даешь нам все необходимое для жизни и благочестия. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты заботишься, Боже, о хлебе насущном. И сегодня у нас был на столах этот хлеб, и мы благословляем Твое имя и благодарны за него. Боже, Ты любящий Бог. Эта любовь, она такая многогранная. И я сейчас прошу за каждого человека, кто имеет долги, кто имеет проблемы, Господь, с финансами. Я прошу за каждого человека, кто не может свести концы с концами. Господь, может быть, это наследие просто культуры какой-то, такой безлаберного отношения, Господь. Если это так, Боже, дай свое откровение и понимание в этих вещах, чтобы это расточительство, это проклятие, оно было остановлено, и пришло благословение, Господь. Во имя и шоу Мессии. Господи, научи нас благословлять, научи нас быть щедрыми, научи нас быть добрыми, научи нас замечать нужды друг друга, Господь, и научи нас восполнять эти нужды качественно, а не просто, как бы, просто вот на Тебе и все. Боже, пожалуйста, помоги нам в своем сердце не иметь этого желания манипуляции, Господь, манипулировать кем-то, Боже, когда мы Ему помогаем, требовать от Него поклонения себе, когда мы Ему помогаем, Боже, или как-то, Боже, привязывать такого человека, Господи, да придет Твоя свобода, да придет Твоя простота, да придет Твоя радость, Господь, в даянии, научи нас быть радостными и щедрыми в этом, Боже, научи нас, Господь, как привести в порядок все наши финансы, то, что Ты даровал нам, Господь, как разложить это правильно, Боже, как распоряжаться этим во имя Ишуа Мессии. Я молюсь о том, чтобы, Господь, всякое проклятие было разрушено и всякое, Боже, разделение, которое есть всеми на основании финансового, Боже, оно было разрушено и пришел новый уровень веры, новый уровень доверия Тебе, новый уровень понимания Тебя, Господь, во имя Ишуа Мессии. Боже, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, Святой Израилем, во имя Ишуа.